В Подмосковье пришла жара и люди массово отправились к местам отдыха у воды. Туда, где можно и туда, где нельзя. Во избежание несчастных случаев бригада сотрудников Химспаса отправилась на катере по каналу имени Москвы в поисках нарушителей. Температура воздуха плюс 28. На часах время обеденное. Отправляемся в профилактический рейд, чтобы напомнить горожанам и всем отдыхающим, что купание в канале имени Москвы запрещено. Несмотря на жару, в будний день купающихся немного. В основном это любители саббордов и школьники. Группа таких смельчаков замечена вблизи водозаборного пункта. Начальник отдела обеспечения безопасности на водных объектах Игорь Чикин делает детям замечание. Водозабор 300 метров, ближе нельзя подходить. Значит, давайте на берег. По словам Игоря Чикина, эта локация очень популярна у подростков. Вода втягивается, может просто травмирует человека. Второе, это судноходный ход. Вы видели, что ходят баржи большие, корабли. Человек, управляющий судном, он ближе 100 метров вперед, не видится, находится в мертвой зоне. Переедет любого из них. Помимо механических травм, купание в канале может навредить и телу. По словам специалистов, в воде содержится много небезопасных веществ. Это и масло, и бензин от судов, а также продукты жизнедеятельности человека. Однако к административной ответственности нарушителей привлекают только правоохранительные органы во время совместных рейдов. Задача же сотрудников Химспаса – только предупредить людей или прийти на помощь в случае чрезвычайной ситуации. Женщина с водой находилась в воде. 8,2 года. Проходила баржа с песком. Ее об стенку ударило так, что спина была ободрана. Ну, пришлось заставать ее из воды и передавать скорую помощь. Сегодня в Химках официально работает только одна пляжная зона в парке имени Толстого. Но даже здесь купаться запрещено. Только солнечные ванны и пляжные виды спорта. А вот искупаться в чистой воде можно в расположенном по соседству комплексе Ясная Поляна. Здесь есть детские и взрослые бассейны с очисткой воды, шезлонги, кафе. Это место пользуется у химчан популярностью. Все устраивается хорошо. Погода радует. На самом деле здорово. Вода теплая. Все супер. На самом деле классное место. Честно. Потому что поблизости ничего больше здесь такого нету, чтобы было более-менее комфортно, честно и уютно. Ну, так посидеть, покупаться с детьми и приехать. В той воде не очень хочется это все делать. Здесь все прилично, чистенько, хорошо. В речку мы не ходим по понятной причине. Комплекс небесплатный. Стоимость от 700 до 1400 рублей. В зависимости от дня недели и возраста отдыхающих. Или же, потратив только на проезд, можно отправиться на бесплатные пляжи в другие округа, которым географически повезло оказаться вблизи больших водоемов. Удобнее всего будет добраться до набережной озера Синеж в Солнечногорске или пляжа Мысова в Долгопрудном. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова